всем привет и хорошего настроения здравствуйте дорогие единомышленники привет всем зрителям нашего канала хочу сегодня представить вашему вниманию небольшой очерк о новогоднем петербурге просто он еще совершенно почти не украшен кое-какие так сказать украшением с вами можно видеть вот сейчас допустим невский проспект спиркается но еще светло как видите на снежок он уже тает довольно много снега и вот бывшие здания городскую думы справа красная красная новогодняя елка это гостиный двор самый центр нашего города тоже наблюдается какие-то новогодние попытки украшений люди спешат своим делам по-нецкому довольно промозглым станция метро гостиный двор и вот она башня горит башня души городской думы горит как елочка новогодняя так на сегодня будет невский а это уже новые спальные районы для контраста метро озерки района дома как коробки тоже сам ты украсили свои варьки вот стоит ёлочка правда искусственная пирамидальная и снежок как видите снега в спальных районов поболее вот такие вот такие вот цифровые лопатные горники и тоже начинается предновогодний суетам этот станция метро озерки а так выглядит здание администрации центрального района постараюсь переливаются гирлянды тоже на нескольких 4 украшен даже заборчик ограждения перекрывающий проход во двор данного здания это тоже низкий проспект он у нас называется староневским такое неофициальное название вот зажглись эти украшения новогодние которые городские власти развесили на растяжках на проезжей частью и сияет конечно наша администрация в конце вот плохо видно лавра прошел себя по центру есть такое замечательное кафе шаляпин тоже приукрасили к новому году скажем так совершенно не по разной части петербурга ты видишь по зданию такого красно-кирпичным на революционном полупроизводственного типа тоже снег снег и каша на улицах кашу ходить довольно много вот таким образом то же центр но чуть-чуть сторонку вот не слава и других районов домам непритязательно заборами а это здание теплоэлектроцентрали т.с. находится тоже в центре ведь работает монументальное такое сооружение тридцатых годов для отопления и обогрева петербуржцев ленинградцев так дальше конечно и тут же рядом с ним вот такие вот уже современные салоны вольво автосалон вишу непосредственно близости от вот этого монумента снег всюду снег сейчас мы приближаемся к очень красивую месту который мне очень нравится местечко в нашем городе очень мне напоминает и города как гданьск может быть даже прага согласитесь есть атмосфера чего-то такого западного в этих домах со шпилями с вычурными башенками с интересными балкончиками за дворами углубленными кто-то такое здание по пражская здесь прослеживается дорогие от снега очищены полагая не без помощи на тракт ворох в общем-то и рядом с ним снега достает и вот такая мокрая слякоть рождественская школа предновогодние название здесь же в этом же районе пражская гданьска 8 нравится новым годом печать из петербурса знака серия 20-22 а мы двинемся дальше это улица из полковской перед нами огромный вот такой совершенно описывающийся интерьер этого района Алик Ниван автоцентр Мерседенский а в этом здании расположено учреждение организатор перевозки проработал порядка 7 лет еще специалистом и вот интересная деталь теплоцентрально опровоженным тротуаром зеленая трава как летом не вполне можно на выпуск какую-нибудь скотинку отданить вот так вот теплоизоляция работает на греем улицу греем травушку на фасаде здания организатор перевозок и остатки самая школа остатки летной архитектуры книги светоч знаний тридцатых годов построить дом и тоже перед ним зеленый газон а вот за ним проглялась стеклянное здание строили бизнес-центр в мою бытность куда же без бизнес-центра в центре города так пока вбивали слои здание организатора перевозок пошло трещины вот он Алик Перседес и вот значит организатор перевозок бывшая школа которая то я знала а сейчас хочу вам показать интересное место тоже на сполкомской улице называется Кёниг Бир ресторан ну скажем так у меня он неинтересно купил я не люблю эту точку и биркёник биркёник сполкомская улица Перседес приколен тем что там бизнес-лач стоит 250 рублей вернее не бизнес-лач даже а шведский стол я вот туда обедать хожу буду прекращать это занятие потому что за 200 рублей то можно объесться до изумления хотя это так себе а это вот так у нас на исполкомской чистят крыши житель Солнечного Узбекистана долбит лопатой по сталеге на крыше она радостно падает на тротуар как видите и вот его руководители прикрыли некими матрасами стоящий рядом автомобиль чтобы не повредило его падающим сверху снегом ну а вот вечер в Петербурге Спасопреображенский собор далеко от метро Чизышевская видите тоже новогодние украшения имеют место быть и самым подсвечен прекрасно а тут рядом со зданием 189 школы вот такие рождественские свечи зажглись в принципе вот это мне нравится такая мини подсветка и миниатра структура здесь немного настроение уже близко к новогоднему ну вот он собор мы сейчас к нему поближе подойдем потому что нравится стоять в центре круглой площади целое движение вокруг него собор интересен тем что ограждение вокруг него выполнено очень интересно так что на этом заканчиваю всем привет и хорошее настроение и хорошее настроение